добрый день в этом видео я расскажу как собирается иви мастер морфикс есть два основных способа один нравится лично мне другой рекомендует производитель судя под название должно быть что-то общее с другими головоломками но от мастер морфикса только форма от иви куба есть некоторые черты строения по сути это пирамидка которой нет уголков но есть центры двухцветные элементы это ребра их 6 штук и 4 одноцветных центра на каждой грани при перемешивании форма не меняется и процесс сборки вполне интуитивный можно собирать по-разному но я покажу наиболее простые варианты способ 1 сначала вокруг допустим красного центра собираем три красных ребра желательно чтобы цвет красный совпадал вот ребро желто-красное цвет не совпадает чтобы это исправить отводим ребро и ставим другой стороны вот одно есть можно при этом подвернуть желтый центр чтобы цвета совпадали все дальше нужно поставить еще два красных ребра здесь центр синий значит ребро должно быть красно-синее поищем такое оно где-то здесь подводим поближе и ставим справа от желтого при этом центре можно сдвинуть все кроме красного просто ставим ребро справа желтого дальше на оставшие места ставим красно-зеленое если она уже здесь но не той стороной разворачиваем то есть отводим в сторону подворачиваем другой стороной и ставим любым способом должна получиться вот такая картина и желательно чтобы порядок цветов был правильный но для этого мы можем всегда проверить по центрам даже если они сдвинулись на можно довернуть видим что синий зеленый и желтые цвета совпадают мы собрали первый слой обращаем его вниз и смотрим что на верхнем центры уже довернуты проверяем ребра здесь зелено-синее ребра совпадает с этим центром с этим нет то есть стоит не на своем месте если одно на своем месте не стоит то остальные тоже либо все три стоят на местах но могут быть развернуты либо все три не на своих местах далее нам потребуется алгоритм под названием пиф-паф из обычной пирамидки выполняется следующим образом опускаем правый угол опускаем левый угол поднимаем правый поднимаем левый если сделать эту комбинацию начиная с правого угла то это правый пиф-паф можно также начать слева опускаем левый опускаем правый поднимаем левый поднимаем правый это левый пиф-паф только эти два алгоритма соберут нам и в мастер морфикс до конца если ребро стоит не на своем месте мы смотрим какие рядом центры желтый и синий и ищем ребро такого цвета сзади желто зеленое на желто синие желто синие ребро слева здесь желто синие место для этого ребра если ребро слева делаем пиф-паф слева поворачиваем слева поворачиваем справа возвращаем слева возвращаем справа и все собрано рассмотрим другую ситуацию первый слой собран перед нами сине-желтое место ребро в нем зелено-желтое ищем тогда сине-желтое оно справа и делаем пиф-паф справа поворачиваем не уголок а вот всю грань справа потом слева в обратную сторону справа в обратную слева и должно было все собраться но мы видим что вот этот ребро на месте цвета совпадают а здесь цвета не совпадают но ребро все равно находится на месте желтый-желтый синий-синий также и вот это свою цель мы выполнили но надо еще ребра на месте развернуть такая ситуация могла возникнуть и сразу после сборки первого слоя не надо пугаться надо просто проверить сине-зеленое ребро сине-зеленое место если ребра расставлены по местам дальше возможен только одна ситуация два ребра нужно развернуть для этого мы берем одно ребро перед собой и два сзади причем неправильно развернуты перед нами и сзади слева после этого сначала делаем правый пиф-паф именно из такого положения правильное ребро справа сзади опускаем справа опускаем слева поднимаем справа поднимаем слева теперь перехватываем причем так чтобы вот это ребро стало спереди сделаем поворот вот такой и делаем отсюда левый пиф-паф опускаем слева опускаем справа поднимаем слева поднимаем справа и иви мастер морфикс собран других ситуаций при этом способе сборки не бывает для интереса я покажу другой который как по мне менее эффективный но иногда помогает решать отдельные ситуации его рекомендует производитель головоломки начало примерно такое же но единственное отличие можно собирать ребра первого слоя не рядом с центром но тогда придется запоминать их порядок к примеру видим вот красное ребро ставим рядом еще одно красное раз два ну и можно сразу поставить третье не обращая внимание на красный центр и теперь нужно проверить порядок цветов зеленый желтый синий если мы найдем красный центр то взяв его перед собой мы проверим по вот этим центром порядок цветов зеленый желтый синий возвращаемся к нашему зеленый желтый синий то есть порядок правильный был бы он не такой там было отодвинуть ребро и поменять какое-то неправильное к примеру если была бы нас вот такая ситуация мы видим зеленый синий желтый надо синие желтые места им поменять чтобы после зеленого шел желтый опять отодвигаем желтый подворачиваем его места ставим возвращаем сюда ставим синий центр не обязательно но если попадется то ничего страшного далее обращаем первый слой вниз без центра и смотрим на положение ребер то есть мы не доворачиваем центры а сначала располагаем ребра по местам игнорируя положение центров зеленый синий желтый синий ребро не на своем месте подворачиваем желтый синий желтый и зеленый снова не то вращаем еще желтый желтый синий синий цвета могли быть и наоборот но главное набор должен быть правильный на ребро на месте, значит остальные тоже должны быть. Здесь зелено-синее ребро и зелено-синее место. Ребро развернуто, но на своем месте. Здесь то же самое. Центры не смотрим. Вот нижние ребра, зеленые желтые и верхние зелено-желтые. Здесь возможно два случая после того, как мы поставили ребра по местам. Они все сразу стоят хорошо, то есть развернуты правильно, либо два из них развернуты неправильно. В нашем случае вот эта неправильно развернута и вот эта неправильно развернута. Если таких ребер нет, то нужно переходить к следующему этапу. Если они есть, то нужно сделать алгоритм из обычной пирамидки. Алгоритм вот для этой ситуации. Два ребра развернуты, но стоят на своих местах. Для этого делаем правый пиф-паф. Ребро поднялось. Отводим его назад. Поднимаем слева, возвращаем ребро и опускаем слева. И два ребра развернулись в правильное положение. Здесь делаем то же самое. Преобращаем именно уголки, как у пирамидки. Правильное ребро сзади, два развернутых перед нами. Делаем правый пиф-паф. Опускаем справа, опускаем слева, поднимаем справа, поднимаем слева. Поднялось ребро. Отводим его назад. Поднимаем слева, возвращаем ребро, опускаем. В итоге мы видим, что все ребра стоят друг с другом гармонично. Ну а центре нужно как-то переставить. Здесь возможно три ситуации. То есть ребра по местам, ребра развернуты нужной стороной, но остается переставлять центры. Может потребуется переставить три центра или все четыре. Ну и конечно могут центры сразу стоять на местах, тогда делать ничего не нужно. В данном случае один центр на месте. Его нужно расположить слева. И вот эти три нужно переставить. Если передний центр пойдет вниз и встанет на свое место, то нужно делать правый алгоритм. Но мы видим, что синий, если пойдет вниз, он встанет на зеленую грань, что нехорошо. Тогда мы делаем правый алгоритм дважды, либо делаем его зеркально. Алгоритм опять из пирамидки. Если правый, то делаем с правой стороны. Правый уголок опускаем, верхний поворачиваем против часовой стрелки. Правый поднимаем, верхний вращаем так же. Опускаем, поворачиваем, поднимаем, поворачиваем. То есть восемь движений. Правый уголок вниз, вверх, верхний все время против часовой. Если делать алгоритм слева, то мы будем опускать и поднимать левый уголок. А вверх тогда будем вращать по часовой стрелке. Опускаем, по часовой, поднимаем, по часовой. Опускаем, по часовой, поднимаем, по часовой. Смотрим здесь. Еще раз. Если синий должен пойти на нижнюю грань, то нужно делать правый алгоритм. Если это не так, то нужно делать правый дважды, либо один раз левый. Давайте сделаем правый дважды, а левый покажу чуть позже. Вниз вверх будет правый уголок, а против часовой верхний. Так это выглядит и в мастер морфиксе. Начинаем. Опускаем. Поворачиваем. Поднимаем. Поворачиваем. Опускаем. Поворачиваем. Поднимаем. Поворачиваем. Восемь движений. Видим, что центры на места свои не встали, но как-то поменялись. И теперь вот этот зеленый, если пойдет вниз, то встанет на свою грань. Левый центр никак не поменялся. Значит, делаем алгоритм еще раз. Опускаем. Поворачиваем. Поднимаем. Поворачиваем. Центры на местах. Если же не хочется делать алгоритм дважды, всегда можно сделать его зеркально, то есть слева. Проверяем. Синий должен пойти вниз, но здесь грань зеленая. Тогда собранную грань располагаем справа, а не слева и делаем левый алгоритм. Теперь зеленый центр пойдет вниз и станет хорошо. Опускаем. Поворачиваем. Поднимаем. Поворачиваем. Опускаем. Поворачиваем. Поднимаем. Поворачиваем. Все собрано. Также может потребуется перестановка сразу четырех центров. Эта ситуация решается тремя пиф-пафами. Для этого нужно и V-Master Morphix взять так, чтобы передний центр перемещался вниз, а нижний центр поднимался вверх и грани собирались. Вот желтый и зеленый нужно поменять. Один спереди, другой снизу. Также поменяются местами два вот этих центра. Задний левый и задний правый. Красный встанет на красную грань, а синий на синюю. Передний центр идет вниз, нижний на переднюю грань. Делаем три пиф-пафа. Можно сделать как три правых, так и три левых. Опускаем справа, опускаем слева. Поднимаем справа, поднимаем слева. Повторяем. Справа опускаем, слева опускаем. Поднимаем справа, поднимаем слева. И третий раз. Опускаем, опускаем, поднимаем, поднимаем. И все собрано. Вращать и V-Master Morphix как пирамидку не очень удобно из-за конструкции элементов. Также здесь надо знать больше алгоритмов. Если они вам не знакомы из других головоломок, то надо больше запоминать. Первый же способ собирает все пиф-пафами и мне нравится гораздо больше. Если вам тоже, то можете второй способ игнорировать, либо взять из него только интересный алгоритм для перестановки центров. На всякий случай я покажу два примера сборки. Первым и вторым способами. Пример сборки первым способом. Вокруг красного центра собираем красные ребра. Красно-зеленые. Цвет центров сразу совпал. Значит здесь должно быть красно-желтые. Ставим. Сюда красно-синее. Она здесь. Подвернем. Поставим. Получился первый слой собран. Доворачиваем в верхние центры. Далее видим, что у нас сразу два элемента стоят на своих местах и неправильно развернуты. Поэтому можно их просто разворачивать. Если решать эту ситуацию вторым способом, то мы ребра развернем, но при этом переместятся в центр и придется делать еще один этап. Поэтому я сделаю два пиф-пафа. Из такого положения. Сначала правый. Перехват. И теперь левый. Все собрано. В случае, если ребра изначально не стояли на своих местах, их можно туда поставить одним пиф-пафом. Здесь место сине-зеленое. Сине-зеленое ребро справа-сзади. Значит делаем правый пиф-паф. После чего ребра на местах. И мы получаем знакомую ситуацию. Опять делаем еще два пиф-пафа. Правый пиф-паф. Перехват. И левый. Все собрано. Ну и соберем вторым способом. Ребро красное. Ставим еще одно красное. И третье красное. Проверяем их порядок. Вот красный центр. Синий. Зеленый. А желтый. Также и наши ребра должны быть. Синий. Зеленый. Но у нас здесь желтый. Значит зеленый-желтый меняем местами. Отводим. Подворачиваем. Вставляем зеленый. Возвращаем. Вставляем желтый. Первый слой собран. Хоть и без центра. Отправляем его вниз. Смотрим. Здесь. Зелено-желтое место. А ребро синий-зеленое. Вращаем верхний слой. И вот теперь уже как надо. Зелено-желтое. Зелено-желтое. Стоит на месте. Хоть и развернуто. Но остальные тоже значит на своих местах. Вот это ребро стоит правильно. Отправляем его назад. И разворачиваем вот эти два ребра алгоритмом из обычной пирамидки. Делаем правый пиф-паф. Красное ребро поднялось наверх. Отводим его назад. Поднимаем угол слева. Вставляем ребро. Опускаем. Почему здесь не важно, что красный центр на месте или нет? Потому что при выполнении вот этих вот алгоритмов он может перемещаться. Поэтому нет смысла его собирать раньше времени. Сразу видим, что один центр на месте стоит. Но три других нет. Располагаем правильный центр слева. Красный должен идти вниз. Да, здесь красная грань. Значит делаем правый алгоритм. Опускаем справа вверх против часовой. Поднимаем справа вверх против часовой. Опускаем справа вверх против часовой. И поднимаем справа вверх в ту же сторону. Все собрано. В первом способе вместо классических пиф-паф можно использовать так называемые скьюбные. То есть делать движение от себя и немножко из другого положения. Тогда также будут перемещаться три ребра. Ими же можно разворачивать и ребра на местах. Так я делаю в головоломке под названием Rex Coupe или Super Eevee Coupe. Если так удобнее, то можно делать именно таким способом. В общем, головоломка не очень сложная. И собирать ее можно по-разному. Тренируйтесь и все у вас получится. А на этом все. Всем спасибо. Всем пока.